Итак, приветствую, господа. Сразу скажу, что это программа Антикризис. С вами Тимофей Мартынов. И у меня здесь небольшие проблемы сегодня со звуком, потому что мы записываем эту программу в жилом доме. Здесь в некоторых квартирах еще идет ремонт, поэтому чуть-чуть будет шуметь. Сразу скажу, что в этой программе мы будем обсуждать интересные темы. Первая тема – это экономика. Обсудим немножко теоретическую часть, связанную с нашей предыдущей программой. Обсудим три главных события прошлой недели. Обсудим реакцию рынка на эти события и то, как рынки могут себя повести в дальнейшем. Обсудим, конечно же, российский рубль, обсудим глобальный керри-трейд, обсудим рубль в контексте больших цифр, больших чисел и больших факторов, которые больше всего влияют сейчас на курс российской валюты. Обсудим вопрос сезонности по рублю, обсудим вопрос, сколько осталось запасов углеводородного сырья в России. И обсудим вопрос ресурсного проклятия в России, основываясь на докладе, который подготовил Центр Карнеги под руководством Андрея Мовчана. Там есть довольно интересные выводы, которые оптимизма в нашей программе не прибавляют. Хочу поздравить всех с наступлением весны. Сейчас у меня за окном совершенно чудесная погода, деревья желтеют, потом они позеленеют. Это самое лучшее, самое оптимистичное время года. Это ренессанс мы сейчас наблюдаем в природе. И лично меня переполняет чувство счастья, когда я вижу вот такие вот метаморфозы природы. И, честно говоря, конечно же, эта часть усиливается тем, что вот у нас такой неоднородный климат, что у нас была довольно долгая, такая суровая, мрачная зима. Особенно это касается, наверное, жителей Петербурга. Ну и тем не менее, вот сейчас такие радостные явления за окном, они не могут не радовать. Я вас поздравляю с этим, господа. И жду вас всех на конференции «Петербургский частный инвестор» 15 апреля, в эту субботу. Регистрируйтесь, приходите, это бесплатно. Она пройдет в бизнес-центре «Петроконгресс». Это метро «Чкаловская». Начало там где-то около полудня, там будет много интересных трейдеров, инвесторов. Это петербургское мероприятие, но тем не менее, из других городов вы тоже можете свободно приехать. Господа, маленькая заминочка есть техническая. Те, кто регистрируется, не всегда приходит письмо с подтверждением. Не волнуйтесь, если вы заполнили форму, все нормально, приходите. В общем, увидимся на этом мероприятии. Я надеюсь, что погода будет оставаться хорошей, оптимистичной, какая она есть сейчас. Еще одно маленькое замечание, казалось бы, не в тему, но тем не менее. Вот я посмотрел на прошлой неделе такой сериал интересный 2014 года «Однажды ночью». Про него сам нигде не слышал, никаких отзывов, ничего. Но вот случайно наткнулся, очень захватил, очень порадовал меня этот сериал. Судебный сериал показывает о том, как работает судебно-исполнительная система в США. В общем, есть чему позавидовать нашему судебной системе, безусловно. Очень интересно смотрится, в общем, на одном дыхании. Ну и что еще можно сказать? Ну, по поводу объявлений. У нас, я напоминаю, что есть возможность у вас помогать этому каналу. Первая ссылочка внизу в описании. Это возможность перечислить там 100 рублей раз в месяц, если не жалко. Если вам нравится этот канал, если есть такая возможность, пожалуйста, не пренебрегайте ее. Отправляйте 100 рублей. В последние выпуски программы я об этом стал как-то реже упоминать. Стало мало людей перечислять, но вот прошлый выпуск, допустим, получил благодарность от Константина Сойна. Целых 5000 рублей перечислил. Константин, огромное спасибо. Вы молодец, вы поддерживаете у меня оптимизм и желание записывать эти программы дальше. Окей, значит, про экономику начинаем говорить. В прошлой программе я рассказывал, что такое экономика. Хотелось бы маленькие выводы сделать все-таки для тех, кто не смотрел прошлую программу. Или подвести черту для тех, кто ее смотрел. И вывод этот заключается в том, что экономика, вообще говоря, не представляет большого практического интереса в силу отсутствия ее прикладной составляющей. То есть, очень сложно применить экономическое знание с пользой на деле. Особенно, когда это касается макроэкономики. То есть, если вы делаете какую-то бухгалтерию, да, это плюс. Это можно сделать, и это будет полезно для компании, в которой вы работаете. Но написать какой-то будущий сценарий макроэкономического развития, который совершит экономическое чудо в вашей стране, при помощи экономического знания, это очень сложно. То есть, по сути, это вообще наука ни о чем. К сожалению, первые, ну вот два таких момента, которые в первую очередь всплывают в сознании, когда вы думаете о том, что может, какие проблемы может решить экономика. Первое это, ну, например, как сделать в России лучше, чтобы, в общем, улицы были чистые, чтобы люди жили богато и чтобы все были счастливы. Первая проблема, да. Но экономика не сможет решить эту проблему, экономисты не смогут решить, потому что, как говорят наиболее продвинутые из экономистов, самые мощные преобразования экономические в нашей стране должны произойти в результате реформ. А реформы, это всегда риск для существующей власти, поэтому здесь надо учитывать еще, помимо самой экономики, еще и политику. Поэтому, в общем-то, мы видим, что прикладного значения какого-то в России экономика просто не может иметь в силу политических причин. И второй момент, как применить свои знания с пользой для себя, это, например, за счет своих суперэкономических выдающихся способностей попытайтесь сыграть на бирже с какой-то прибылью для себя. И у вас не получится, потому что, ну вот мы знаем многих экономистов, экономистов российских, там, например, какой-нибудь Хазин, кто там еще у нас, ну такие распиаренные экономисты, да. Там, я не знаю, Сергей Гуриев. В основном опыт показывает, что бизнес-модель этих людей работает так, что они зарабатывают не воплощая свое экономическое знание в жизнь, как-то отрабатывая свои прогнозы, может быть, на бирже, а в основном на семинарах. То есть, пока сидят, лапшу вешают другим, так сказать, участникам, другим слушателям. Вот. И в то же время экономика это всегда большой соблазн, соблазн для интеллектуалов, для того, чтобы что-то спрогнозировать, о чем-то порассуждать. То есть, для интеллектуала всегда интересно залезть в эту экономическую плоскость. И на самом деле это тоже оказывается не лучший вариант, потому что, как показывает опыт торговли на бирже, для того, чтобы заработать себе денег, интеллектуалу проще податься в количественный трейдинг, высокочастотный трейдинг, алгоритмы, торговые роботы и так далее. То есть, там потенциала будет больше. Конечно же, есть единицы, единицы экономистов, которые воплощают действительно свои экономические знания в какие-то торговые стратегии, долгосрочные стратегии, которые позволяют, я не знаю, предвидеть фазы циклов, принимать верные инвестиционные решения. Но таких очень мало. И, наверное, они зарабатывают хорошо, когда работают в огромных фондах. Тем не менее, я должен сказать, что экономика это все равно интересно. Несмотря на то, что мы пришли к выводу, что она бесполезна, мы все равно будем продолжать развивать эту тему. Мы в будущих программах наших еще затронем тему эволюции экономики, эволюцию экономических учений. Прошлая программа, которая называлась «Как? Что такое экономика?», она вам не очень понравилась. У этой программы было в два раза меньше просмотров, чем обычно у антикризиса. Было существенно меньше лайков, хуже соотношение лайки-дизлайки. Я вижу, что вам тема не очень понравилась. Но по мере наличия свободного времени я постараюсь выделить ее в какой-то отдельный блок, не в антикризис, за рамки антикризиса. То есть я вижу, что вам все-таки больше нравится обсуждение новостей, каких-то последних событий, а не какая-то голая теория, которую рассказывают в школе. Но, тем не менее, я считаю, что это важно, поэтому так или иначе галочку мы обязательно поставим и вопросы экономики мы обязательно пройдем. Итак, три события прошлой недели. Я их сразу назову. Первое событие – это теракт в метро, в метро Санкт-Петербурга. Второе событие – это удар Соединенных Штатов Америки ракетами «Тамагавк» по военному аэродрому в Сирии, который принадлежал правительственным войскам. И третье событие – это то обстоятельство, что Комитет по срочному рынку Федеральной резервной системы США принял, ну не то чтобы принял, а рассматривает возможность позже, в конце этого года сократить или прекратить реинвестирование ценных бумаг, которые сейчас находятся на балансе ФРС, для того, чтобы этот самый баланс начать постепенно сокращать. Это очень важное событие, но чуть позже о нем. Давайте по порядку. Первое – теракт в метро. Конечно же, это ужасная трагедия, это черная страница в истории нашего города, в истории нашей страны. Очень неприятно, естественно, видеть такие новости, потому что, ну, каждого из нас с вами может задеть эту трагедию, совершенно неожиданно. И, конечно же, это такое событие, которое и страх в обществе порождает. Но, вы знаете, мне приятно было увидеть, что в ответ на это событие в Петербурге все-таки люди как-то повернулись лицом друг к другу и начали помогать, предлагать подвести друг друга. То есть, Яндекс.Карта, как показывали люди в социальных сетях, вся была переполнена предложениями о помощи, о том, чтобы подбросить кого-то, потому что возник в ответ на теракт транспортный коллапс. С метро встало, был перекрыт Московский проспект, Загородный проспект, там, где произошел взрыв у метротехнологический институт. Вот. Ну, вот, знаете, я бы не хотел никаких версий, ничего, никак это комментировать. Это сугубо политическая тема. Я хотел бы, конечно, прокомментировать реакцию некоторых персонажей на это событие. Реакция была крайне неприятная лично для меня и абсурдная. То есть, люди, ну, совершенно и с логикой не дружат, и с фактами не дружат. Я не буду даже ничего говорить, просто чтобы не вызывать срач в комментариях, и все. Я вам обещал, что политику мы здесь обсуждать не будем. Да, такое событие произошло. Будем надеяться на то, что таких событий больше не будет. Будем надеяться на то, что спецслужбы не дремлят, что на самом деле гораздо больше терактов было предотвращено, о которых мы ничего не знаем. И да, вы должны понимать, что совсем победить терроризм просто невозможно. Потому что невозможно, ну, тем он и опасен, что никак, невозможно на 100% гарантировать отсутствие таких происшествий. Второй момент. Удар США по Сирии. Значит, что это означает? Во-первых, совершенно понятно стало, что Трамп не российский президент в Белом доме. Сразу стало понятно и всем очевидно, что вот эта риторика относительно дружбы Трампа с Путиным, что Трамп человек Кремля, это была пропаганда со стороны политических конкурентов Трампа. В целом, конечно же, бомбить страны, сеять хаос на Ближнем Востоке, это действительно те вещи, которые отвечают национальным интересам США. И в этом плане Трампа можно понять. Я не буду объяснять почему, потому что уже много раз рассказывал, почему война выгодна США, и почему США ни с кем не считаются, никого не предупреждают, ничего не согласовывают и так далее. И самый главный вывод, который мы здесь можем сделать, это то, что однозначно можно ставить крест на надежде о том, что Россию и США ждут хорошие взаимоотношения после избрания Трампа президентом. Это случилось большое разочарование, и, к сожалению, мы сейчас вынуждены констатировать, потому что Владимир Путин сделал заявление через Пескова, сказал, что это акт агрессии со стороны США, что это подрывает взаимоотношения России и США, и все то, на что мы надеялись после избрания Трампа президентом, оно, конечно же, все кануло в лету. То есть мы не могли, конечно же, гарантировать, не было никакой уверенности, что эти отношения улучшатся, но у нас была хотя бы надежда на то, что отношения потеплеют. Как мы видим, ничего такого не произошло. Еще одно событие, которое произошло фоном, это американская авианосная группировка двинулась к берегам Северной Кореи, то есть, видимо, Трамп решил решительно решить все проблемы с безопасностью в мире. И сейчас, ну, там корейцы тоже сами хороши, они все время какие-то провокации совершают. На 15 апреля они запланировали на праздник, на национальный праздник День Солнца, запустить межконтинентальную баллистическую ракету впервые. Ну и, соответственно, вот сейчас Америка стягивает туда силы. Ну а если в Северной Корее начнется заварушка, то это уже конфликт между США и Китаем. Кстати говоря, на прошлой неделе была встреча между китайским лидером и президентом Трампом. И Трамп намекнул китайцам, что если вы там не надавите на корейцев, то мы сами там зачистим всю эту историю. То есть мы, вообще, Трамп призывал китайцев как-то посодействовать, чтобы корейцы свернули свою ядерную программу. Ну и третье событие, сворачивание баланса ФРС. Вы знаете, это пока только в далекой перспективе. Я сразу скажу, что то обстоятельство, вот баланс ФРС, что такое? В свое время ФРС, для того, чтобы справиться с кризисом, выкупала ценные бумаги и тем самым накачивала экономику деньгами. Баланс ФРС – это вот тот сук, на котором висит вся американская экономика. Если бы они в свое время этого не сделали, то... То есть я, честно говоря, не помню, насколько. Там, по-моему, 4,5 триллиона долларов активов. Они туда положили на этот баланс после того, как случилась кризис. Если бы этого не случилось, то в США, скорее всего, повторилась бы Великая депрессия. И если бы они не накачали деньгами всю экономику, как они это сделали, то фондовый рынок США был бы сейчас совсем не там, где он находится. Поэтому рынок очень чувствителен к новостям по поводу баланса ФРС. Как они будут сокращать баланс? Там лежат облигации, ипотечные облигации на балансе. И они могут просто не реинвестировать те доходы, которые получаются от купонной, во-первых, дохода, и, во-вторых, от погашения облигаций. То есть облигации все, они, естественно, имеют срок. Прошло там, допустим, 5 лет. Заемщик погашает облигации, и ФРС эти деньги... Ну, не... Они в свое время их напечатали из воздуха, да? И вот они их начинают не реинвестировать, а просто стерилизовать. То есть баланс таким образом начинает постепенно сокращаться. Ну и вот рынок американский как раз отреагировал на эту новость первоначально падением, но потом, в общем-то, выровнялся и сейчас болтается там, где он есть. Российский рынок очень остро отреагировал на вот эти события в Сирии, потому что растет неопределенность. Определенность сразу стало понятно, что санкции не отменят. Пошла риторика со стороны американского конгресса, что за соучастие в военных преступлениях Башара Асада надо усилить санкции над Россией. И это все очень неприятно, это все усиливает риски. Рубль начал падать, доллар начал расти. И, ну, доллар не так сильно растет, как сильно падает российский фондовый рынок. Российский фондовый рынок вообще довольно сильно скатился. От максимумов начала января уже на 14% упали. И вот на этих новостях сегодня в понедельник рынок упал к минимальным значениям с ноября прошлого года. Что касается доллара, да, то, ну, вот, я смотрю сейчас даже не столько на абсолютные значения курса американского доллара, сколько на то, сколько стоит нефть в рублях. Мы часто используем этот индикатор для того, чтобы оценить справедливость курса российской валюты. И вот мы видим, что в 20-х числах марта бренд падал до своего минимального значения 2 900 за бочку, 2 900 рублей. И сейчас уже бренд в рублях вырос на 10%. То есть, вот так вот стремительно за пару недель уже стоит 3, почти 200. График нефти, выраженный в рублях, вы можете посмотреть внизу. Будет ссылка в описании, ссылка на TradingView. Там это соотношение легко построить. Вот вы сможете сами его посмотреть. Верхняя граница диапазона там проходит на отметке 3400. Вот туда можем, собственно, подрасти, добавив еще процентов 5 к этому соотношению. Но почему нефть в рублях подорожала? Потому что нефть росла, и рубль падал одновременно. То есть, рубль перестал реагировать на укрепление нефти. Точно так же, как он до этого укреплялся, совершенно игнорируя падение цен на нефть. На фондовом рынке все веселее. Фондовый рынок опустился под уровень 2000 пунктов по индексу ММВБ. И сразу хочу сказать, что я смотрю сейчас все отчеты российских компаний. И должен сказать, что там большого оптимизма не наблюдается. То есть, далеко не все компании российского рынка в 2016 году улучшили свои результаты. То есть, основное улучшение, конечно же, пришлось на металлургические компании и на энергетические компании. Они кратно выросли в цене, эти акции. В этом году, понятно, уже все понимают, что энергетические компании покажут результат чуть похуже. Там были одноразовые эффекты, повлияли. Металлургические компании, все будет зависеть от цен на металлы, естественно. Но мы уже видели некоторые ухудшения показателей этих компаний к концу прошлого года. Плюс, очень важный фактор. С начала 2016 года рубль укрепился практически на 30% по отношению к доллару. То есть, уже более года продолжается укрепление рубля. Однозначно, что это все будет негативно сказываться на издержках экспортеров. Они растут в рублях, а в валюте они растут еще сильнее. И, соответственно, для иностранных инвесторов это, конечно же, негативный фактор. Так что, с точки зрения фундаментала, я бы не сказал, что 2016 год будет каким-то прорывным. То есть, есть, конечно, оптимисты, которые считают, что в целом российский рынок остается дешевым. Но эта дешевизна российского рынка всегда объясняется его высокой рискованностью. Теперь чуть подробнее про курс доллара. Пока доллар рос 7 апреля, я посмотрел статистику на московской бирже по срочным контрактам. Физлица нарастили длинные позиции на 2% и сократили короткие позиции на 18%. Юрлица сократили длинные позиции на 15%, короткие на 6%. Всего открыто сейчас почти 3,5 миллиона контрактов. Но это двухсторонняя история. Если поделить их пополам, получается 1,7 миллиона контрактов. То есть, 1,7 миллиона длинных позиций и 1,7 миллиона коротких позиций. Все вместе получается 3,4. И если вы посмотрите на структуру длинных позиций, коротких позиций по доллару, то вы увидите, что 92% приходится на юридических лиц. Половина ланга, которая стоит против этих шартов, это тоже юридические лица. А другая половина, более 800 тысяч контрактов, это физические лица. Почему юридические лица держат шарты по доллару? Очень просто. Скорее всего, потому что они реализуют ту самую стратегию carry trade. То есть, у них есть наличные доллары. И против них они открывают короткие позиции на срочном рынке. И забирают вот эту разницу. Вот эта контанга, которая приносит, она схлопывается каждый раз к экспирации. И погоду приносит примерно сейчас, на данный момент, 8,6% годовых. То есть, это объясняет, почему сейчас юридических лиц в шарте по доллару намного больше, чем физических лиц. То есть, физические лица пытаются угадать направление по доллару, куда-то встают. И в итоге платят юрикам за то, что удерживают эти позиции в дорогом рубле. Почему в дорогом? Потому что ставка процентная по рублю высокая. Отмечу, что сейчас против рубля играет сезонность. Ну, традиционно в мае начинается, как правило, распродажа рублей, рублевых активов. Не факт, что это повторится в этом году. Но вот есть такой фактор. Всем из вас, наверное, известно, что рубль укрепляется отчасти благодаря такому эффекту, как carry trade. Если вы посмотрите на график сырьевых валют с начала 2016 года, вы, например, увидите, что рубль и бразильский реал идут просто нога в ногу. То есть, те же факторы, что и на российский рубль, влияют на бразильский реал. Плюс 30% обе валюты укрепились. Примерно плюс-минус несколько копеек. Вот 30% и реал, и российский рубль. То есть, можно забыть про все другие обстоятельства. Главная движущая сила на этом валютном рынке – это какие-то глобальные игроки, которые укрепляют одновременно валюты разных развивающих стран. Просто Россия и Бразилия максимально похожи, ввиду того, что и та, и другая во многом зависят от цены на сырьевые товары. И обе относятся к развивающимся рынкам. Если смотреть с начала года, рубль по-прежнему всех круче, плюс 6%. Пока еще на этом фоне отстают реал, бразильский добавил 4%, австралийский доллар 4%. А вот турецкая лира, она сейчас падает, минус 5% с начала года по отношению к доллару. И внезапно, буквально за последние три недели, резко обрушился южно-африканский ранд. В ответ на то, что президент ЮАР неожиданно отозвал министра финансов из Лонна, где тот встречался в рамках роуд-шоу, и теперь поговаривает, что президент собирается главу Минфина уволить. Я, честно говоря, не следил, что там происходит в Южной Африке, но резко пошел закрываться этот керри-трейд. И курс там в считанные дни обвалился на 10%. То есть, это пример того, как оно обычно происходит, когда керри-трейд закрывается и валюта улетает в обратном направлении. Вот. График, кстати, всех этих валют тоже вы сможете увидеть внизу в описании. Ссылочка будет на трейдинг-вью. Я там специально построил, вы сразу загрузите, и они у вас все откроются. Теперь еще одна причина, почему растет рубль. То есть, в больших числах. Кто главный покупатель рублей? Кому рубли нужны больше всего? Очевидно, это российский бюджет. То есть, Минфину рубли нужны больше всего. Для того, чтобы выполнять свои бюджетные обязательства. Я напомню, что у нас бюджет... Ну... Сколько у нас бюджет-то? 16 триллионов, по-моему. 16,5 триллионов, да? И, соответственно, эти деньги надо где-то доставать. 5 триллионов из этих денег – это доходы от налогов на экспортеров. Соответственно, это те деньги, которые... Ну, не только экспортеров, а производители сырья. То есть, там, налог на добычу полезных ископаемых. Соответственно, эти деньги каждый месяц берутся у экспортеров и выполняются бюджетные обязательства. Откуда эти деньги берут экспортеры? Они продают нефть, нефть за валюту, потом валюту продают на российском рынке и уплачивают свои бюджетные обязательства. И, соответственно, вы должны понимать, что вот эта огромная триллионная потребность в рублях, она постоянно давит на укрепление рубля. Вот. Неделю назад вышла новость. Во втором квартале Минфин планирует продать облигации федерального займа на сумму 500 миллиардов рублей. То есть, вот второй квартал, представьте, 500 миллиардов будут кому-то проданы. Конечно же, часть этих облигаций будет куплена иностранными инвесторами, которые принесут сюда свои доллары, конвертируют их в рубли. И пока они эти облигации не продадут, в общем, рубль будет укрепляться. И это тоже объясняет, почему рубль сейчас такой крепкий. По итогам первого квартала было продано 400 миллиардов, то есть, во втором квартале будет на 100 миллиардов рублей больше. ОФЗ размещено. Но, с учетом того, что во втором квартале Минфин не только привлекает ОФЗ, но еще и гасит старое ОФЗ на 300 миллиардов, чистый объем поступлений во втором квартале составит 195 миллиардов рублей. Главный кредитор сейчас зарубежные банки и фонды. В прошлом году нерезиденты вложили в Российский ОФЗ 8 миллиардов. В первом квартале этого года уже больше 3,5 миллиарда почти долларов. Их доля на рынке выросла до беспрецедента большой величины 28%. Сейчас нерезиденты держат российского долга на 1,6 триллиона рублей. На прошлой неделе был биржевой форум, устраивала московская биржа. И Алексей Моисеев, замминистр финансов, заявил на этом мероприятии, что на рынке ОФЗ наблюдается элемент спекулятивного пузыря. Меня лично это беспокоит. Но, собственно, вы видите, как укрепляется рубль. По сути, рубль – это тоже пузырь, который является следствием спекулятивного пузыря на рынке ОФЗ. Именно в тот момент, когда надувался этот пузырь, это привело меня к мысли о том, что надо покупать доллары. Я покупать доллары начал с конца февраля, то есть достаточно рано. И, понятное дело, что даже был выпуск антикризиса на эту тему, которая называлась «Почему я покупаю доллар ниже 60?». Но многие меня обвиняли за то, что я рекомендовал делать такую неудачную позицию. Позиция действительно оказалась неудачной, потому что я не предусмотрел, что будет такое огромное лавинообразное движение в сторону керри-трейда. Конечно, и это в очередной раз доказывает, что применять свои какие-то знания на бирже чрезвычайно сложно. Лучше и проще следовать за рынком, чем спорить с ним, используя какие-то свои аргументы. Но в то же время, если вы не сильно рисковали, если вы просто набирали доллары, если вы не платите керри, я бы на вашем месте сидел в этих долларах и просто ждал благоприятного момента, чтобы разгрузиться там где-нибудь повыше. Но повыше может быть и даже не летом, а может быть в конце года. Но мы сейчас будем дальше продолжать рассуждать на эту тему и может быть у вас остается какое-то более целостное впечатление. В четверг Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, давал пресс-конференцию. Пресс-конференция была посвящена публикации новой макроэкономической стратегии. И в этой стратегии был понижен прогноз по среднему курсу доллара. Если раньше он составлял 67,5, то теперь он составляет 64,40 и это при условии сохранения текущих цен на нефть. То есть, мэр ожидает, что доллар должен, даже несмотря на то, что цены на нефть останутся на текущем уровне, пойти на 63-64 рубля. То есть, как вы видите, мнение экономистов Минэкономразвития совпадает с моим мнением, то, о чем я, собственно, говорил в конце февраля и, в общем-то, продолжал говорить в последующих выпусках нашей программы. Ну и базовый прогноз ведомства по среднему курсу доллара на 2018 год повышен до 69,80, на 2019 год 71,20 и 2020 год 72,70. То есть, такое плавное укрепление доллара по отношению к российскому рублю. У нас, конечно, ничего не бывает плавно, рубль будет укрепляться, 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 как это обычно бывает, да, очень долго. Все будут привыкать к этому низкому курсу доллара, все будут привыкать к сильному рублю, а потом ба-бах, и на лифте опять поедем вверх, там, я не знаю, процентов на 60 укрепится доллар, и опять это будет очень травматично. Именно по этой причине я считаю, что Минфин сейчас, ну не то, что Минфин, это, наверное, скорее забота Центрального банка. Центральный банк бездействует. Я считаю, что они должны были бы помочь российскому рублю ослабнуть. Вы, конечно же, многие из вас со мной не согласятся. То есть я, во всяком случае, считаю, что менее травматичным в долгосрочной перспективе для российской экономики было бы держать курс на чуть-чуть заниженном уровне. Потому что потом, когда пойдет обратное сворачивание керри-трейда, последствия будут не такими болезненными. Поэтому чем дольше рубль будет оставаться переоцененным, каким он является сейчас, тем хуже будут будущие последствия для российской экономики и для россиян в частности. Ну вот пока мы видим, что экономисты Центрального банка считают по-другому. Но будущее покажет. Я, честно говоря, не готов соревноваться в компетенции с экономистами ЦБ. Но вот в данный момент я с ними не совсем согласен. То есть я бы на их месте, конечно же, вышел на рынок. Но тут есть и оборотная сторона. Если вы начинаете придерживать рубль, вам надо печатать... Если вы начинаете придерживать доллары, вам надо печатать рубли, это может ускорить инфляцию. АЦБ сказал, что мы боремся с инфляцией любой ценой. Окей. Ну, понятно, что у нас инфляция не какая-то монетарная, а какая-то импортная инфляция. И как раз инфляция возникает после резких скачков курса доллара, а не из-за действий Центрального банка. Но, опять-таки, я здесь просто рассуждаю на очень дилетантском любительском уровне. Никаких расчетов под этими рассуждениями я не проводил. Теперь о сезонности по рублю. Вообще экономисты считают, что рубль к лету пойдет наверх. Потому что второй и третий квартал будут с точки зрения сезонности более выигрышными для доллара. Прошу прощения, я сказал, рубль пойдет наверх. Доллар пойдет наверх. Почему? Во-первых, ожидается сезонный рост спроса на импорт. Во-вторых, летние отпуска приведут к тому, что россияне начнут покупать валюту. Сейчас, кстати, неплохой момент для того, чтобы купить относительно дешевую валюту. Если вы собираетесь летом в Турцию, сейчас можно запастись долларами. Хотя, с другой стороны, я когда покупал путевку в Турцию пару лет назад, я помню, что все равно оплачиваешь, если через Россию делаешь, через российское турагентство, все равно это оплачиваешь в рублях на момент покупки этого туба. Окей. И третий фактор сезонность по рублю – это то, что иностранные инвесторы, которые получат дивиденды от российских компаний, начнут конвертировать их в валюту, для того, чтобы эти заработанные деньги вывести к себе на родину. Собственно, вот такой фактор. Но пик выплаты дивидендов, по сути, выплаты дивидендов начинаются уже сейчас. Вот буквально когда? Вчера, нет, на прошлой неделе, в начале апреля. Первая компания, которая выплатила дивиденды за 2016 год, это была Kiwi. И вот сейчас начнут выплачивать компании на протяжении мая дивиденды, на протяжении июня. Весь этот процесс где-то закончится к июлю только. Вот. Плюс четвертый фактор. Минфин по-прежнему покупает доллары. Он покупает их в размере 3,5 миллиарда рублей в день. Сумма не такая большая, как мы выяснили. Но, тем не менее, все-таки вот этот фактор должен здесь разбрасывать с счетов. Если будет какая-то паника на рынке, на валютном, Минфин будет продолжать усиливать эту панику, потому что он все время выступает с покупкой. То есть, создавая такой некий дисбаланс. Аналитики также говорят о том, что есть риск усиления санкций. И, возможно, распространение этих санкций на покупку американскими и другими инвесторами российских ОФЗ. И вот этот фактор, который потенциально может мощнее всего долбануть по всему этому кэрри-трейду и привести к закрытию кэрри-трейда с довольно сильным укреплением американского доллара. То есть, пока рисков нет, рубль может укрепляться и дальше. Но, как только риски эти реализуются, рубль очень может быстро свернуться, как это сделал южноафриканский ранд. Аналитика РФЗ банка Дирис Парвай считает, что бакс может упасть на 10-12 процентов от уровней начала апреля. Как раз вот благодаря всем этим перечисленным факторам. Набиулина, председатель Центрального банка, Эльвира Сахибзадана не считает, что сейчас надо вообще смотреть на рубль. Рубль, к сожалению, она посоветовала всем россиянам перезабыть о нем, не думать о нем. И сказал, что рубль плавает свободно. Центральный банк в этом участии никакого не принимает. Кроме того, она говорит, что рублевый кэрри-трейд не такой уж и большой. По ее оценкам всего лишь от 2 до 5 миллиардов долларов. Это такая же величина, как и в 2011-2013 году. Но здесь есть небольшая доля лукавства. Как отмечают облигационные трейдеры банки Санкт-Петербурга. Они говорят о том, что в 2011-2013 году, во-первых, нефть была 100 долларов. И приток валюты в страну был намного больше. Поэтому значимость того кэрри-трейда была не такая большая, как сейчас, при более тонком счете текущих операций. Поэтому, в общем-то, этот факт разбрасывать со счетов нельзя. И последний эпизод на тему кэрри-трейда. Эта статья в Форбсе была опубликована на прошлой неделе. Которая называлась так. Игра на разрушение. Почему Банк России поощряет кэрри-трейд в России. Ссылка внизу в описании. Честно говоря, статья попсовая. Довольно там ничего нового не открывается. Но, тем не менее, ее часто репостили в Фейсбуке. И вывод, который там прям практически в заголовке есть. Он уже тот, который мы сделали. Это вывод о том, что после снижения ставок ЦБ можно сразу получить обвал рубля. На завершение кэрри-трейда. Затем и новый скачок инфляции. Но я бы не стал увязывать завершение кэрри-трейда со снижением ставок ЦБ. Скорее всего, причина будет какая-то другая. Но, тем не менее, когда это произойдет, все будет действительно резко и болезненно для российской экономики. Теперь вопрос, который волнует многих. Много ли нефтишки осталось у России? И здесь я бы хотел обратиться к стратегии развития минерально-сырьевой... Честно говоря, не помню, как она точно называется. Но вот попался мне на глаза это исследование. Исследование конца прошлого года. И там написано, что после 2020 года добыча нефти в России без разработки трудноизвлекаемых запасов начнет падать из-за истощения месторождений. Без трудноизвлекаемых запасов, разведанных запасов у нас на 20 лет всего. То есть, если то, что трудненько достать из земли, не трогать, то нефтюшки хватит всего на 20 лет. А то, что трудно извлекается, там у нас собственных ресурсов, собственного ума, к сожалению, не хватает. Потому что технологиями для разработки трудноизвлекаемых запасов обладают только американские компании. Выработка текущих месторождений составляет 55%. Но есть хорошая новость. Дело в том, что разведность всех российских ресурсов составляет 46%. То есть, еще есть потенциал выявления новых месторождений. Еще сотни и сотни этих месторождений могут быть выявлены. Теперь поговорим о ресурсном проклятии России. Поводом послужили публикации центра Карнеги под руководством Андрея Мовчана. Экономисты провели довольно серьезные исследования. И выводами этих исследований я бы хотел поделиться. Я сразу скажу, что, конечно, не стоит рассматривать в данном контексте Мовчана как какого-то врага народа. Потому что у тех, кто считает себя ватниками, есть такое представление о том, что Мовчан и его центры Карнеги занимаются... Это такие прозападные агенты, которые занимаются тем, что подрывают стабильность советского государства. Это не так. В целом, вы знаете, Мовчан хоть и либерал, но очень трезвомыслящий. Я не на 100% согласен со всеми его идеями. Но, тем не менее, размышления очень здравые. И можно сказать, что меня радует даже то, как, например, Андрей Мовчан трезво оценивает, например, фигуру Навального. То есть, есть к чему прислушаться. И главная идея, которую бы я сам выделил в этом исследовании, это то, что нашей страной, по сути, сейчас рулят те и в интересах тех, кто умеет перераспределять. Это важная идея. А должны рулить в интересах тех, кто умеет создавать. То есть, в интересах бизнеса. И, вы знаете, я, по-моему, говорил вам уже об этом, что очень показательно то, что сейчас российская пропаганда руками каких-то патриотических движений всю Москву выкрашивает каких-то национальных героев, которые отдали свои жизни за нашу страну. Это не очень хорошо, потому что мы тем самым двигаемся, опять-таки, не знаю, по пути какой-то конфронтации со всем миром. И восхваляем те ценности, которые не ведут к экономическому благополучию, процветанию и счастью в обществе. Еще раз. Мы должны поставить перед собой цель, чтобы нашим государством управляли те, кто действует в интересах бизнеса. Потому что основное благосостояние и уровень жизни во всех странах, во всем мире происходит за счет бизнеса. И поэтому идеализировать надо бизнес. Надо клеить на стены домов плакаты, восхваляющие Олега Тинькова, Артемия Лебедева. Я называю просто имена, которые лично мне известны. Но эти люди, они, может быть, и не самые большие созидатели, но во всяком случае, вот каких-то созидательных бизнесменов, их надо показывать людям и говорить, вот как надо делать. Вот эти люди, они, благодаря им, наша страна, еще есть какая-то надежда на то, что будет лучше. Вот, а к сожалению, мы этого сейчас не демонстрируем. Вот, в чем проблема с Россией? То есть, казалось бы, сейчас все благополучно. Проблема в том, что к 2035 году нефть, добыча нефти, если ничего не делать, может упасть вдвое. Себестоимость ланцевой добычи нефти постоянно снижается в США. Нефти по 75 долларов уже может быть не быть никогда. И впереди нас при таком подходе, как сейчас, ждут 8-10 лет стагнации и ничего не делания. И чем тяжелее будет становиться ситуация, тем больше государство будет постепенно закручивать гайки, то есть, душить бизнес налогами, регулированием и будет пытаться раздавать деньги электорату. То есть, это абсолютно неэффективный путь. То есть, революции исторически происходят, когда доходы страны падают ниже 6 долларов по ПВП. Это не точная цифра, естественно. Это эмпирически вычислено. Там 6 тысяч долларов – это вот такая начальная граница, когда возмущение масс становится уже таким сильным, что начинают происходить революционные процессы, революционные преобразования. Это на основании исторических данных. Так вот, у нас сейчас пока 9. Если мы будем падать по 2-3% в год, то где-то 10-15 лет у нас как раз есть. До следующей революции заключается в этом обзоре. Власть будет доить бизнес, чтобы поддерживать домохозяйство. А проведение реформ, которые важны для того, чтобы долгосрочно нас всех защитить от будущих потрясений, оно электорально невыгодно, потому что оно несет в себе риски для власти. Кто, например, согласится с каким-то там дальнейшим сокращением расходов на военную промышленность, например. Вообще, господа, здесь есть очень много здравых идей. Но вот представьте, что из себя представляет наша страна. Есть целые регионы, которые состоят в основном из предприятий ВПК. Все, что умеют люди делать, это производить какие-то вооружения, неконкурентоспособные на международном рынке. И люди, которые работают на этих заводах, менеджмент, они даже не думают об эффективности. У них, если вы посмотрите, выручка, приходящая на одного человека, она вообще минимальна. То есть там о производительности труда вообще никто не слышал и речи никакой нет. Идея заключается в том, чтобы эти люди не оставались без работы. Поэтому эти заводы работают, производят никому не нужную продукцию. А Путин для того, чтобы поддерживать всю эту машину в каком-то целостном виде, занимается, так сказать, демонстрацией силы и наращивает вооружение и военные расходы. Потому что это единственный способ поддерживать эту неэффективную машину в целостном состоянии. То есть это единственный способ, альтернатива ему реформы. Но если провести реформы, что делать с всеми теми людьми, которые сейчас работают на этих оружейных заводах, производят никому не нужные военные предметы. В общем, большая трагедия, я считаю, нашей страны состоит именно в этом. А она, в свою очередь, берет свое начало из наследия, тяжелого наследия нашей страны. Военного наследия, советского наследия, наследия холодной войны и так далее. Что касается коррупции, горячо любимой, так сказать, сторонниками борьбы с нашей текущей властью. Так вот, очень трезвое мнение, что коррупция – это производная от более серьезных проблем в экономике. Коррупция уйдет после построения институтов и снижения роли государства в экономике. Важная идея заключается в том, что нет честных и нечестных чиновников. Есть такие чиновники, которым дана возможность воровать, и те, у которых такой возможности нет. И самый эффективный способ борьбы с коррупцией – это исключать те условия, при которых своровать, в принципе, можно. Сейчас борьба с коррупцией в России ведется путем каких-то посадок. Действительно, кто-то садится за коррупцию. Но все это, в конечном счете, оборачивается борьбой коррупционеров между собой за теплое местечко. Что, в общем-то, неприятно. И последнее важное, что я бы хотел сделать, что люди должны понимать, что они делают, когда борются со следствием, а не с причиной. То есть, вот Навальный выводит на улицы Москвы толпы под лозунгом «давайте поборемся с этим коррупционером». А по факту что происходит? Они невольно работают на чьи-то интересы, даже не понимая, на чьи. Надо бороться с причиной, хотя она, понятно, не так красиво и эффектна, как борьба с коррупцией, чтобы с ней кто-то боролся. Поэтому очень точечно выбрано то, что никак не влияет на систему и вообще не меняет жизни. Ну, поменяют они конкретного человека, ну, например, премьера Медведева, против которого выступали манифестанты. На другого такого же, судя по всему, поменяют. И около Кремля есть пара жаждущих кандидатов, которым это просто выгодно. Следующий лидер оппозиции, это вообще модель, которая в мире уже проходилась и не раз. То есть, вот лидер оппозиции обвиняет в коррупции предыдущего лидера. Как это, например, сейчас делает Навальный с Путиным и его окружением. И приходит к власти. Становится лидером, начинается коррупция, возникает новый оппозиционный лидер, который обвиняет Навального в коррупции. Таким образом, господа, как мы видим, у нас довольно мрачные с вами перспективы. Страна нуждается в реформах, а реформы противоречат текущим политическим установкам, потребностям руководства нашей страны. Соответственно, на интервале 10-15 лет, в общем-то, у нас складывается довольно мрачное ожидание. Я, в общем, и не против, может быть, вот так вот подождать в состоянии стабильности. Может быть, за время этих 10-15 лет стабильности и вырастет в нашей стране что-то хорошее. Но при этом эта стабильность не должна сопровождаться каким-то усиливающимся давлением на бизнес в виде налогов, в виде какого-то усиливающегося регулирования. И лично меня, например, расстраивают новости, как Милонов внес в Государственную Думу предложение о том, чтобы предоставлять доступ в социальные сети только по документу удостоверяющему личность. То есть, честно говоря, вот эта деанонимизация интернета, она, в принципе, может быть и неплохо. Может быть, это даже и полезно, но в том случае, если это было бы возможно, как-то действительно нормально верифицировать все эти документы. А представьте, вот, допустим, на смарт-лабе зарегистрировано 45 тысяч человек. Как я должен проверить документы у 45 тысяч человек, чтобы принять решение о допуске или недопуске их на смарт-лаб? Ну, условно говоря, да, представьте. Вот. Соответственно, здесь тоже какие-то вот такие непонятки возникают. В общем, господа, это был антикризис. Мы его кое-как с грехом пополам записали. Я надеюсь, что вы будете оставаться в оптимистичном настроении. Давайте увидимся с вами в субботу в Петербурге на Дне Петербургского Инвестора. Это бесплатное мероприятие. Приходите. Кто живет в Москве и не приедет на это мероприятие, для вас 22 апреля конференция смарт-лаба. Она уже не бесплатная. Там билеты со скидкой уже кончились. Билет сейчас там 4 тысячи рублей стоит. Вот. И записалось на эту конференцию уже где-то порядка 250 человек. Так что увидимся. Предстоящие деньки будут довольно интересными. И волатильность вроде как на рынке тоже наклевывается. Так что давайте. До новых встреч в антикризисе и на наших конференциях. Увидимся. До свидания. Целую всех. Пока. Субтитры подогнал «Симон»